дорогие друзья всем привет с вами богдан в общем внезапно неожиданно вечером в этот вечер 26 6 февраля выходит обнова по бабки по второй части бабки и в общем я уже эту обнову просмотрел по идее я посмотрел все что добавили кроме сцены где ты проигрываешь я еще не видел я почувствовал себя на каком-то фронте друзья я сейчас вам все покажу и не могу понять с разработчиком случилось он как то проникся военной тематикой что ли дедушка был воителем каким-то ой поехали так погнали погнали давайте смотреть что есть я уверен спам уже совсем другой везде будет теперь называется прошел экстрим спасибо через месяц выходит обнова и портит просто все мои старания потому что это надо будет сделать потом еще раз а может и не надо посмотрим так хорошо я нашел изолента это надо для третьего способа побега я вам его покажу и попробуем сегодня сразу пройти все в один видос не буду я делить как прошлые разы так погнали дедушка спал дедушка спал бабушка где-то ходит давайте их короче позовем чтобы я нормально пошел наверх потому что на практическом моде играть неинтересно мне никогда не было неинтересно на нем играть но по-моему нормальный до включил по-моему они не ходят даже алё блять ушел давайте несколько раз им кинем эту штуку что случилось они теперь не бегут на этот звук да вы чё они не бегут на этот звук ты прикинь дедушка сейчас еще по камерам будет смотреть отлично в общем я не знаю как мы сбежим но в общем так погнали все у меня уже нашли в общем тут есть дверь и за мной же бежит дедуга тут есть дверь дверь которая идет на второй этаж то есть я честно говоря не понимаю ее смысл у нас все равно есть этот самый дырка на втором этаже в полу которая ведет в туалет ну в принципе не знаю ребенок позвал бабулю сюда прям где я сижу где я ныкаюсь красава молодец кстати того ящичка веселого нет она идет его кормить или нет что случилось а как бы блять алё вообще я привык такой динамичности игры наверное я просто я столько раз играл на экстриме уже к нормальному моду привыкнуть не могу не для меня какие-то медленные как черепахи но не старики они должны быть медленные по идее иди отсюда да и показать людям новое и интересное иди корми ребенка за тебя все таки позвал ну что ж ты бедненького обделяешь но он он ждет он хочет жрать алё кошмар ну ты и садистка я тебя покормлю не волнуйся так-то нажмите вообще пофиг да кстати дробовик для третьего способа побега будет обязателен обязателен и что поделать я не знаю на экстриме это вот инструкция как водить вертолетом друзья в общем кто еще не знал третий способ побега это вертолет в общем сначала была машина не дверь машина лодка теперь вертолет следующий по сути должен быть космический корабль в общем я думаю сюжет развернуться так что окажется что бабка и дед это пришельцы которые прилетели на космическом корабле и в этом мире стало небезопасно и нам нужно будет улететь на их планету где будет куча у таких вот выродков где будет куча свиндрин все такое все подобное в общем такой вот сюжет нормальный нормальный сюжет так все и развернется так и дверь забери она мне не нужно давайте искать то что нам нужно нам нужно подняться на чердак для этого нам надо завалить деда который вот меня нашел и все продолжаем продолжаем я попробую другой спаун возможно я здесь обрежу я еще не уверен но привет осьминожка так надо попасть наверх на чердак сейчас мы попробуем это сделать меня что мне кажется ли они больше не бегут сюда да прикинь их пофиксили все они больше не бегают на этот звук это жопа это очень плохо вы не представляете насколько но зато я нашел вот эту штуку которая будет очень очень полезна и дверной замок бабка сейчас побежит кормить своего мальчика или она побежит за мной ну в принципе норм о отлично прям все что мне нужно забирай это все где она там оооо есть первая вещь которую я вам очень хочу показать кто еще не видел сейчас вот так ну шо дедушка давай поиграем в мячик это друзья гранаты это гранаты ой наверное сейчас будет плохо она даже не взорвалась хреново итак друзья первая вещь это гранаты в игре в общем ну давайте попробуем на вот этом малыше отходим отбегаем сейчас будет вот и все уууу налови дед не трогай не трогай меня а шо что такое ты меня тут не можешь убить шо с училась ключик мbalede кулак эй дед ты чо в общем я наткнулся уже на бах нормально Пойдем, дед, пойдем. Красноглазый ты мой. Да все нормально, он лежит, он отдыхает. Он контуженный немного, но не сдох. Все хорошо. А если я встану, он меня убьет? Ладно, будем сидеть. Дедушка вьетнамец, пойдем. Очень интересно все. Я походу опять сломал игру. В общем, это в моем стиле ломать эту игру. Уже который раз, который раз я вторую часть игры ломаю. Ну ладно. Да все, задавал. Ну допустим, не получилось. Может бабка придет, разберется. А то тут вообще у тебя не получается ничего. Кто-нибудь убейте меня уже. Ты не убиваешься. Так, пойдем наверх. А не. Смотрите, он меня и стоя не убил. О, ну, ну. Бабка зарешала, все нормально. С дедушкой проблемы случились. В общем, нельзя спать дедушке. Немного тоже контуженный. Ага. Блять. Так, поехали. Я уже открыл уход на чердак. У меня уже, в принципе, есть все, что нужно. Почти все. Надо еще найти ключ для дробовика. В общем, собираем вот эту вот картинку из трех частей. Надо найти все пазлы. Ой, да. Это как в первой части. Только в первой части за это давалась фигня. Там дополнительная ночь. Все такое. То за эту дается вход дальше. Вход к вертолету, можно так сказать. Там еще будет один рубеж. Два рубежа, которые надо будет пройти. Надо найти какой-то газовый баллончик, который... Ну, там какой-то переключатель. Я точно не могу объяснить, что это такое. Ну, в общем, увидите. Погнали. Надо еще одну где-то найти. Я вот где-то вроде бы как бы видел, а вот где уже не помню. Вот так. Хорошо. О! Ключ от вертолета. Зашибись. Зашибись. У меня, в принципе, для вертолета все есть, кроме бензина. Кроме бензина все есть. Ух! Спокойно. Все нормально. Алло, я тут. Ку-ку. Ой, боже. Ладно. Так. Ты мне, бабушка, мешаешь. Так же намного легче. Не слышу, чтобы дедушка шел. По-моему, дедушка не заметил, что бабушка сдохла. Ну, в общем, все нормально. Все нормально. Открываем здесь все. Надо посмотреть, что здесь, возможно, что-то важное для нас есть. Например, ключ от оружия. Потому что пока что я найти его не могу. Нашел максимум от лодки. И на этом все. Хм... Хм... Вот такой план. Хм... Продолжение следует... Так. В общем, хорошо. Я собрал пазл. Открывается вот эта дверь. Всё. Дверь открыта. Серьёзно? Серьёзно? Он здесь может лежать? Какого хера? Какого? Тут, кстати, можно этот патрон для дробовика бесконечно себе надыбать. Я же говорю, просто какое-то военное обновление. 1.2. Я не могу понять, чем это связано. Типа предыстория дедушки, что дедушка был, скорее всего, который дедушка геморрой, который лысый богомол, который вот этот педриво. Он был военным. Вот, видите, какой размах, какой удар. Явно же военный. Просто какая ловкость. Ну, видимо, контузиво. Он глухой. Такой сюжет, ну, стопудово. Так. Хотелось, походу, рекламу включиться, но что-то не получилось у неё. Хотя Wi-Fi у меня включён. Поехали дальше. Дальше, дальше, сейчас надо... О, боже, там же ключ наверху остался. Ладно, хорошо. Хорошо, я понял. Сейчас надо просто пойти наверх. Сюда. Я там уронил картину. Иди подними. Убери за мной. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Хе-хе-хе, изи. Так. Погоди, ключ же я, по идее, там уронил. Ну, падла, дед. Да, бля, это ты как-то задолбал. Да отстаньте вы от меня, старики, ёхт. В смысле, я же залез. Ёпа. Вон. Так, всё, я всё собрал. Мне пришлось перезапустить всю игру, чтобы всё заново собрать. Потому что я поиграл, проиграл точнее. И новую концовку я не получил. Да бросься ты уже туда. Я просто хочу немножко повеселиться. Так. Мне почему-то первой гранатой удалось выбить двоих. Я вообще не знаю, как это у меня получилось. А где они? Алло. Я хочу кинуть гранату. Что тут такого? Блин, я, наверное, сейчас не попаду. А нет, я попал. Бабка улетела во своясе. Я, кстати, насколько понял, в этом новом обновлении дедушке вообще насрать на то, что умирает бабка. То есть, если он раньше бежал, что-то делал, то сейчас он просто ходит себе дальше. Ну, умерла. Давно пора. И всё. Так. Я, кажется, собрал всё. Осталось только дробовик найти, который я где-то там тоже киданул. Уже не помню, где я киданул. Уже не помню, где я киданул ключ от этого самого вертолёта. Он ещё такой незаметный. Его надо ещё найти. Где-то я его вроде бросал. Да ну. А, вот он. Вот он лежит. Серый пипец. Так. Сейчас я дробовик найду, и мы будем играть в тир. Дробовик я где-то кидал. Где-то я кидал. Вон там дедушка стоит. Всё нормально. Бабка сдохла, и всё хорошо. Да. Времена меняются. Обновы происходят. Дедушке становится всё равно. Так. Где? Где дробовик мой? Блин. Не там ли он случайно? Да возьми. По-моему, он там. По-моему, он у ребёнка. Я когда лом забирал... Вылезай, алё. Спокойно. Спокойно. Так, сейчас попробую быстренько всех вырубить. Всё нормально, всё получается. Что вы такие красноглазые все? Здорово, Суэндрин. Да, да. Дробовик здесь. Всё. Поднимаемся наверх. Дальше нас трогать вообще не будут. Мне интересно глянуть на концовку. Но это будет жесть. Я чувствую уже это. Вертолёт. Я, правда, этот вертолёт ещё не бачил. Ну ладно. Погнали стрелять. Ой. Так. Ну что, пробуем. Берём себе патроны. И пробуем в это всё дело. Я не попал. Вот так вот. Грёбаный тир. Мне нравится, что тут патроны бесконечные. Так чисто. Бля. Я не знаю, как это попадать. О. Есть один. Так. Значит, следующий должен быть внизу. Что ж, я так патроны сразу по два трачу, чтобы наверняка, да, попасть. Так. Следующий должен быть внизу, правильно? Не попал. Таё. Дай сюда ещё патроны. Так, должен быть внизу, должен быть внизу. Опа. Всё. Всё. Всё, здесь дверь открывается. И главное, вот здесь поставить эту штуку. Потому что, ну, я могу продемонстрировать. Мы падаем. Мы не умираем. Мы проваливаемся сюда. Но, мне кажется, нас могут настигнуть. Мне кажется, такой грохот должен быть слышен. Но, к сожалению, все сейчас шокированы моим пистолетом. Поэтому. Поэтому можно спокойно идти дальше. Привет, дедушка. Боже, какой красивый мужчина. Вы посмотрите на это. Так. Давай. Так, чуть я уже не упал снова. Всё. Теперь эта штука не упадёт. Вообще не понимаю, как она действует. Ну, ладно. Идём дальше. Сейчас мы посмотрим на тот самый вертолёт. Я просто взял с собой эту изоленту. Потому что я уже представлял, что здесь надо будет что-то делать. Но я не думал, что здесь вентиль. И получается... А он не достаётся, да, до него? А что тогда чинить? Вертолёт с пулемётами. С миниганами по бокам. Господи. А можно сесть? Ну, понятно. Мы же должны сбежать. Бляха-муха. Вертолёт. Говорю, следующий космический корабль. По-любому. По-любому. А, вот. То есть вы хотите сказать, что... Вентиль вертолёта можно починить изолентой. Хорошо. Хорошо. Долго ли я пролечу? Так. Бензин. И ключ. Бензин и ключ. И мы взлетаем. И, как Карлсон, обещаем вернуться, но улетаем желательно навсегда. Так. Хорошо. Бензин, скорее всего, можно будет использовать только в одном случае. Хотя, можно будет ещё и проверить. Возможно, и лодка зарядится. Но потом, в следующий раз как-нибудь, я ещё там с гранатами побалуюсь потом. В следующие разы. Что, постреляли? Постреляли. Всё. Взлетаем. Что это за свечение? Что это? Это вообще нормально? Кто-то душ принимал. Кто-то принимал стопудово душ, я уверен. Кто-то принимал грёбаный душ. Потому что это был пар, это был не дым, и был звук души. Блядь. Что-то будет это как-нибудь посмотреть. Всё. Улетаем отсюда. Что за музыка? В общем, я что хочу сказать. Это... Ну, это не хоррор уже. То есть, если раньше первая бабка, первые версии были реально страшные... Здорово! А я посорить не могу? Они меня провели в добрый путь. Эвакуация. Из Китая, из Ухани. Ладно. Всё. Всё. В общем, это уже не хоррор. Это просто интересная игра для прохождения. То есть, абсолютно не страшно. То есть, первая часть игры не это была банька и газовый баллончик. Здесь это, пожалуйста, вертолёт и гранаты. РПГ скоро добавят, не волнуйтесь. Так что, как-то так. Ну, ссылку на игру я оставлю в описании, вдруг кто не знает. А пока что буду с вами прощаться, друзья. Всем-всем пока. Пока.